Шестой класс, девятая серия. Решение задач. Задача первая. В записи замените звездочки цифрами, так чтобы полученное число делилось на 12. Сколько решений имеет задача? 12. Можно представить в виде произведения двух взаимно простых чисел. 3 и 4. Числа взаимно простые. Число будет делиться на 12 тогда и только тогда, когда это число делится и на 3 и на 4. Давайте начнем с признака делимости на 4. Какую последнюю цифру следует написать в конце числа, чтобы число делилось на 4? Это либо 2, либо 6, потому что двузначное число 32 делится на 4 и двузначное число 36 тоже делится на 4. Теперь надо применить признак делимости на 3. Сумма цифр числа должна делиться на 3. Значит, вот в этом случае надо написать 1, 4 или 7. А если число оканчивается на 6, то тогда 0, 3, 6 или 9. Вопрос. Сколько решений имеет задача? Задача имеет 7 решений. Задача вторая. Сумма двух натуральных чисел равна числу 564. Одно из них оканчивается цифрой 3. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найдите второе число. Допустим, первое число – это трехзначное число, у которого а сотен, b десятков и последняя цифра единиц – это цифра 3. Если эту цифру зачеркнуть, получится двузначное число, где а десятка, b единиц и значение суммы – 564. Можно сразу назвать значение b, рассматривая последние цифры. Первое слагаемое оканчивается на 3, значение суммы оканчивается на 4. Значит, b – 1. Так, если b – 1, а – 5, потому что, чтобы получилось 500, значит, значение а должно быть равно 5. Значит, первое слагаемое – 513, второе – 51. Значение суммы – 564. Вопрос найдите второе число. Значит, ответ – 51. Задача третья. На окружности отметили несколько точек. Через каждые две точки провели прямые. Всего получилось 6 прямых. Сколько точек было отмечено? Допустим, на прямой отметили n точек. И каждую из этих точек можно соединить с n-1 точками. Провести прямые. Одна прямая на две точки. Так, рассматривая вот это равенство, можно сказать, что n равно 4, потому что это произведение двух последовательных натуральных чисел. Значение произведения 12 подходит только 4 умножить на 3. Значит, n равно 4. На прямой отметили 4 точки. Если на прямой отметить 4 точки, через каждые две провести прямую, тут как раз и получится всего 6 прямых. Так, это третья прямая, четвертая, пятая и шестая. Значит, ответ было отмечено 4 точки. Задача четвертая. Первый множитель увеличили на 30%, второй уменьшили на 30%. Как при этом изменится произведение? Допустим, первый множитель был и х, второй – и у. Значение произведения было х умножить на у. Первый множитель увеличили на 30%. Процент – это сотая часть. Значит, можно сказать, что 1,3 умножить на х. А второй уменьшили на 30%. Значение произведения стало меньше. На 9%. Задача пятая. Можно ли разделить квадрат четырьмя прямыми на 10 частей? Надо рассмотреть разные варианты и затем прийти к правильному. Так, на рисунке вы видите квадрат, который разделен четырьмя прямыми линиями на 10 частей. Давайте сосчитаем эти части. Одна часть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Вопрос – можно ли разделить? Ответ – да, можно. Например, так, как показано на рисунке. Человековая, правильная. Долго слипζала их الإ exceptional. Как Cayce,? Ответ – да. Продолжение следует. К ønsk — это колбасampedят 20 sterile, но в целом ов gravitationalop lotta.